МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Юрган Крик. Криминал комментарий в студии Таисия Жакова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Угарное лето. При нападении за три месяца умудрился совершить рецидивист из Карткироса. Коммунальная трагедия. В Куме продолжают расследовать причины гибели трехлетнего ребенка. Выдало селфи. Фотография в соцсети помогла полицейским найти гонщика в Усть-Пуломском районе. В Печоре продолжают расследовать ужасный инцидент, унесший жизнь трехлетнего ребенка. Утром 19 января жительница дома по улице Островского ушла по делам и оставила дочку одну. Когда через два часа женщина вернулась, внутри квартиры повсюду была горячая вода и пар, отлопнувший трубы отопления. Девочку нашли на диване, она скончалась от отжогового шока тела и дыхательных путей. От высокой температуры возле входной двери погибла и собака. В рамках расследования будет истребована и изучена документация из обслуживающей дом организации, а также проверено соблюдение установленных правил подачи горячей воды в жилой фонд. Также будут выяснены условия содержания и воспитания ребенка в данной семье, а также причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации. По итогам этой работы следователям Следственного комитета будут приняты необходимые меры профилактического характера для исключения подобных фактов впредь. Порыв металлопластиковой трубы отопления произошел в месте соединения с радиатором отопления. По утверждению главы семейства, новые батареи в их квартире установили некие приглашенные специалисты летом 2014 года. Представители коммунальных структур о замене системы отопления в этой квартире не знали и, соответственно, не уверены в качестве монтажа и применяемых материалов. Причину порыва трубы установит специальная экспертиза, а следствию предстоит определить виновный в этой трагедии лицо. На три года в колонию строгого режима отправили исправляться жителя Карткироса Николая Вишератина. Неоднократно следимому сельчанину вменяли целый букет преступлений по ножовщину, угрозу применения насилия и оскорбления полицейского. И все это молодой рецидивист натворил в алкогольном угаре с мая по август прошлого года. Репортаж Эдуарда Бушуева. Рано утром 24 июля дежурный экипаж ДПС заметил в центре села Карткирос красную жигули-семерку, которая отъехала от местного бара. Требования об остановке легковушка не выполнила, пришлось прижимать к обочине. В салоне сидело шестеро. Водитель, несмотря на признаки опьянения, утверждал, что был трезв, но почему-то отказался пройти алкотест. Его пассажир Николай Вишератин снимал все на камеру телефона и настырно вмешивался в процесс оформления. После нескольких безуспешных попыток, молодой человек присел в машину и продолжил веселиться. К нему присоединилась одна из спутниц и перелезла с заднего на водительское сидение. Когда за жигулями приехал эвакуатор, в них неожиданно завелся двигатель. Автоинспекторы подбежали и, несмотря на оказанное сопротивление, заглушили мотор и потребовали от пассажиров выйти из машины. Закрылись в машине и не давали сотруднику полиции ее эвакуировать. После неоднократных требований один из инспекторов был вынужден применять газ, распылить в автомашину для того, чтобы он смог эвакуаторчик забрать ее. И вот после этого началось многочисленное оскорбление, в том числе, которое перевосли в применение насилия в отношении сотрудника полиции. Сначала на полицейского налетела сзади Кристина Королева, сожительница Виширатина. Замахнулся на автоинспекторов бутылка из-под пива и сам Николай. Затем парочка стала оскорблять стражей порядка. Позже девушка вместе с еще одной пассажиркой семерки обратилась в следственный комитет, жалобой на действия сотрудников ГИБДД. Подруги заявили, стражи порядка не имели права выкуривать их из машины с помощью слезоточивого газа. Мол, одна из них была беременна. Проверка инцидента подтвердила правомерность полиции. По факту угрозы насилия и оскорблений возбудили уголовное дело. Оказалось, в конце 2014-го молодой человек чуть не напал на оперативно-следственную группу, которая приехала разбираться в драке. При сборе проверочного материала, то есть при сборе объяснений из очевидцев, значит, Виширатин, находившийся в тех же помещениях, взялся за нож и, получается, направив его в сторону должностных лиц полиции, размахивал им и высказывал намерение применить его с целью нанесения телесных повреждений. Тогда по приговору суда, уже далеко не первого в жизни Виширатин получил год колонии, освободился в конце 2015-го и спустя полгода в мае в ходе пьяного конфликта поранил ножом знакомого. После инцидента с автоинспекторами он не успокоился и 3 августа в свой день рождения напал на базе отдыха на сотрудников МЧС. В этот раз Николай спровоцировал то, что к его знакомым девушкам в магазине приставал какой-то мужчина. Они предположили, что этот мужчина именно с той компанией пожарных. Соответственно, об этом девушке рассказали Николаю и он со своей компанией пошел уже разбираться. Подойдя к этому домику, непосредственно, где отдыхали пожарные, они стали выяснять, то есть и практически сразу, не разобрасывавшись в обстановке, в обстоятельствах всех, Вишератин достал нож и, используя его как орудие, уже причинил ножевые ранения двум пожарным. Сотрудники МЧС благодаря только чуду получили легкие ранения, хотя у одного из них порез пришелся в область шеи. Оказалось, в тот вечер они тоже отмечали день рождения коллегии и никуда не выходили. Мужчина, который приставал к девушкам, вероятно, был постояльцем местной гостиницы. Вишератин признал вину по всем предъявленным обвинениям. По совокупности трех приговоров ему назначили три года колонии строгого режима. Вердикт он обжаловать не стал. Как и не стала спаривать его и сожительница Кристина Королева. За нападение и оскорбление полицейских по решению районного суда она должна выплатить штраф в 36 тысяч рублей. Хотел побаравировать перед друзьями, а теперь ищет деньги на уплату большого штрафа. Неосторожно выложенные в социальной сети селфи и видео помогли полицейским выйти на след автохулигана в Усть-Куломском районе. Вечером 12 января в отдел полиции позвонили жители райцентра и пожаловались на водителя Лады Калины, который грубо нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности пешеходов, демонстрировал на перекрестке чудеса дорожного дрифта. Экипаж ДПС нарушителя на месте уже не застал, зато его получасовое нелегальное шоу зафиксировала камера уличного наблюдения. А чуть позже в интернете появилось фото 22-летнего автохулигана и приятеля на фоне разыскиваемой Калины. За рулем находился молодой человек, а также его пассажир, которые впоследствии при изучении также социальных сетей выложили свои фотографии, как они совершали данные противоправные действия. Данная видеозапись также помогла установить, кто находился за рулем. Также было установлено, что водитель был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за управление в состоянии алкогольного опьянения. За один только вечер лихой гонщик совершил 17 административных правонарушений. Сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей. Чтобы оплатить их, сельчанину, скорее всего, придется расстаться со своей ладой. А этому он будет ох, как не рад. Обоюдный приступ ревности стал причиной трагедии в Троицко-Печорском районе. 15 октября житель поселка Знаменка застрелил из охотничьего ружья 35-летнего приятеля. По словам сельчанина, в тот день с утра он с двумя знакомыми распивал спиртное у себя дома. Один из них вскоре уснул. А он со вторым собутыльником перешел в другую комнату. Между мужчинами вспыхнула ссора. Они стали обвинять друг друга в домогательствах к своим женам. По утверждению хозяина, гость стал угрожать ему убийством и даже сходил домой за ружьем. Вот и пришлось якобы из самообороны стрелять в него из своей двустволки. Заряд дроби в левую часть груди оказался смертельным. В ходе предварительного следствия выясняется, что на самом деле этого ничего не было. То есть это только со слов подозреваемого, так как в деле имеется свидетель, который непосредственно находился в этот момент в квартире, который услышал один выстрел. Встал с кухни, получается, он, говорит, в состоянии алкогольного опьянения, находился, поэтому спал. И увидел, что на полу располагается потерпевший, который в тот момент еще был жив. Испуганный свидетель выбежал из дома. На допросе следователь рассказал, что не видел в комнате второго ружья. Эксперты также не подтвердили версию о самообороне. За умышленное убийство сельчанину грозит до 15 лет колонии. За фиктивную сдачу экзамена придется ответить перед судом бывшему сотруднику столичной полиции. В августе к стражу порядка обратился знакомый и попросил помочь ему сдать зачет по навыкам безопасного обращения с огнестрельным оружием. Специальные обучающие курсы в Кирове завершались итоговым тестированием на компьютере. Страж порядка, который по роду службы досконально знал оружие и правило обращения с ним, согласился. А вот ради дружбы или корысти уже неизвестно. Он фактически поехал один и сдал вот этот экзамен на знание правил и наличие навыков безопасного обращения с оружием. При этом он предоставил документы и иные необходимые, такие как паспорт, медицинские справки и иные документы необходимые для сдачи данного экзамена на своего знакомого. То есть фактически он сдал данные экзамены, прошел проверку за своего знакомого. Оказалось, в Кировском учебном центре всех обучающихся несколько раз в обязательном порядке фотографируют через веб-камеру компьютера. Снимки прикрепляют к свидетельству о прохождении курсов. Экзаменаторы подмены не заметили, а вот сотрудники Сыктывкарского отдела лицензионно-разрешительной работы оказались более наблюдательными. Они заметили, что на фото в паспорте и в свидетельстве об окончании обучения изображены разные люди. На следствии полицейский отстаивал свою невиновность, но биллинг его сотового телефона, подчерковеческая экспертиза и другие собранные доказательства подтвердили его нелегальную командировку в Киров. Теперь кроме увольнения экз-полицейскому грозит до двух лет лишения свободы. Необычную кражу раскрыли сотрудники столичной полиции. Для потерпевшего сыктывкарца пропажа пары ботинок стала настоящей трагедией, поскольку зимней обуви у него больше не было. Воровстве мужчина заподозрил соседа, но в деле оказалась замешана дама сердца. Репортаж Антона Булаева. С заявлением в полицию сыктывкарец обратился 10 января. По словам мужчины, жителя малосемейного общежития, из общей прихожей на две комнаты пропали его зимние ботинки. Похищенную обувь он оценил в 6000 рублей. В преступлении обвинил соседа, с которым недавно возникла ссора. Полицейские подозревали, что обувь взял рассерженный сосед, желая отомстить несдержанному мужчине-заявителю, имея доступ к тумбочке, в которой хранилась обувь. Все предположения по поводу того, как мог распорядиться сосед чужой обувью, отметались. У мужчины был разный размер ноги, исследована вся прилегающая территория, в том числе и мусорные баки, и места возможного сбыта новых зимних ботинок. Просмотрено видео с близлежащей территории проживания потерпевшего. С тумбочки, где хранились ботинки, эксперты сняли следы пальцев рук. Сосед оказался ни при чем. Зато на мебели нашли отпечатки другого человека. Жильцы рассказали, в день кражи в комнате потерпевшего была женщина. Сам заявитель признался в том, что накануне распивал спиртные напитки с женщиной, с которой у него любовные отношения. Между ними произошла словесная ссора из-за ревности. После ссоры женщина ушла. То есть больше после данной ссоры наш заявитель ее не видел. Полицейские опросили подругу потерпевшего. Под тяжестью предъявленных улик она призналась. Ботинки похитила, поскольку хотела проучить неверного кавалера. Обувь ревнивая сыктывкарка позже вернула бойфренду. Мужчина простил возлюбленную и решил не доводить до суда. Уголовное дело возбуждать не стали. Программа «Крик. Криминал. Комментарии» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте yurgan.rf. Следующий обзор криминальных событий региона смотрите в четверг. До встречи на телеканале Юрган. «Крик. Крик. 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 Продолжение следует...